Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги «Не имею», читаю свой перевод для библейского портала «Экзегет» с небольшими комментариями. Ну и эта книга – это такой рассказ о восстановлении Иерусалима после Вавилонского нашествия, причем рассказ очень энергичный. Не имея прекрасный повествователь, он описывает, вот как Эзра рассказывал в основном про закон, так Неимий рассказывает в основном про стены. Стены и закон – то, что ограждает народ. И стены – это камень, закон – это слово, но суть их одна – оградить, сохранить, показать, где святое, чем оно отличается от несвятого. Но Неимий еще очень конкретный писатель, он описывает все подробности, и его рассказ, он такой захватывающий, то, что мы видим, с какими проблемами они сталкивались и как они их преодолевали. И одна из главных проблем – это противодействие других народов, которые не хотят, чтобы был отстроен Иерусалим, чтобы снова возник политический центр для израильтян, к которым они относятся с очень большим подозрением и недоверием. И вот они даже готовили нападение, но израильтяне сами стали вооружаться, как описывал это Неиме, те, кто таскал грузы, в одной руке несли груз, а в другой – копье. Половина работала на стройке, а половина стояла в полном вооружении вокруг них для того, чтобы отразить возможное нападение. Ну, не получилось нахрапом взять, но это не значит, что они смирились, вот все эти окрестные народы, особенно некоторые из них – Санвалат и Тови. «Когда Санвалату, Тови, Геши, Муравийцам и остальным нашим врагам сообщили, что я восстановил стены, в ней не осталось проломов, хотя створки ворот я еще не навесил, да, то есть уже скоро-скоро будет город готов к обороне, нужно срочно что-то делать. Санвалат и Геши передали мне предложение встретиться в одном из селений в долине Оно. Они хотели заманить меня в ловушку. Я отправил к ним вестников с такими словами. Работа, которая занята, очень важна, так что я не могу прийти. Неужели все бросить и отправиться к вам? Четырежды они отправляли мне это приглашение, и четырежды я отвечал им теми же словами. То есть мы делаем свое дело. Вам что-то от нас надо? Вот давайте вы нам это и сообщите. Мы к вам не пойдем и не будем за вами бегать и доказывать, что мы хорошие. Вот как часто в жизни люди этим занимаются. А вот не надо. Делай свое дело. На пятый раз Санвалат отправил ко мне своего слугу с этим приглашением, и у него было с собой незапечатанное письмо. То есть письмо, которое мог прочитать кто угодно. Это не секретная, а открытая дипломатия. В нем было сказано. Известно стало среди народов. Да и Гешим так говорит, что ты вместе с иудеями задумал мятеж. Для того ты восстанавливаешь стену. Ты собираешься сам стать царем, по их словам. И пророков ты отправил провозглашать по всему Иерусалиму. Есть царь в иудее. Обо всем этом будет донесено царю, так что лучше приходи, посоветуемся вместе. Это шантаж. Чем можно вызвать гнев персидского государства? Восстанавливают город, ну отлично, будет больше налогов собираться. Будет оборонительная целая структура. Они хотят мятеж устроить. Вот тут персидское государство должно, не разбирая, нанести мощный удар. Потому что главное, что государство делает, оно ликвидирует всякие возможные мятежи. Иногда слишком жестоко. Как правило, слишком жестоко. И не разбирая, кто в чем действительно виноват. Это страшная угроза, они шантажируют. Будет рассказано царю, что ты мятежник, что ты провозгласил себя царем. Я отвечал ему, не было ничего такого, о чем ты рассказываешь, все это ты выдумал сам. Так они пытались нас запугать, рассчитывая, что мы опустим руки и не завершим работы. Но так они лишь придали мне решимости. Смотрите, даже на эту клевету, на этот шантаж он никак не отвечает. Разумная политика, да? Потому что оправданием не будет числа. Если человек хочет обвинить, хочет выставить себя мятежником, преступником, он найдет способ это сделать. Вот есть люди, с которыми спорить бесполезно. Ему можно и нужно твердо объяснить свою позицию. Но бегать за ними и объяснять еще раз, что это не то, что они думают, зачем? Я отправился к Шимае, сыну, да или и внуку Мехетавеллу. Он заперся в своем доме. Он сказал мне, давай пойдем в дом Божий, в самую глубину храма и затворим за собой двери, ведь тебя хотят убить и убивать тебя придут ночью. Ну, а там в храме постесняемся это святилище. Я ответил, кому бежать? Мне? И мне ли входить во внутреннее святилище? Это ведь только первосвященник, ходит один раз в году на день искупления. Йом-Кипур. Не бывает мне тогда в живых? Нет, я не стану. То есть тот предлагает, давай спрячемся внутри святилища, Бог будет нашей защитой от убийц. А тот говорит, Бог будет нашей защитой от убийц, где бы мы ни оказались. Для этого не нужно особое место. Тем более не нужно нарушать правила святилища, не нужно себя ставить на какое-то особое место. Я ведь понял, что не Бог послал его, что такое его пророчество оплатили Тови и Санвалад. Вот враги пытаются всячески прекратить строительство, запугать. Не удалось запугать напрямую. Вот пусть Товия подаст пример паники. Товия, который там, не имея, простите, подаст пример паники, будет там метаться по всему городу, прятаться. И все скажут, ну да-да-да, если он бежит, значит, есть чего бояться. Все очень страшно, все очень плохо. Если бы я его послушал, я бы согрешил, они бы разнесли дурную славу обо мне. Попомни, Боже мой, Товия и Санваладу этих поступков. Не забудьте пророчиться Нуадью и всех остальных пророков, кто запугивал меня. Оказывается, были и пророки. Ведь пророк – это не обязательно хороший пророк, это может быть лжепророк. Пророк – это скорее функция, это занятие, это работа. Это не оценка. Восстановление стены было завершено на 52-й день работ, в 25-й день месяца Элул. Когда об этом услышали все наши враги, то устрашились все окрестные народы. Пали они в собственных глазах, ведь они поняли, что работа совершилась по воле нашего Бога. Вот, оказывается, как можно проповедовать Бога. С совершением определенной работы. В те дни иудейская знать сама часто слала письма Товии, а Товия писала им в ответ. Многие иудеи были связаны с ним клятвами, ведь он был зятем Шахани, сына Раха. Его сын Йоханан взял в жены дочь Мишулама, сына Берехи. Уже все породнились эти окрестные народы, уже связанные узами брака с иудеями. Все они рассказывали мне, как хорошо поступает Товия, а ему пересказывали мои слова. Товий же все слал письма, чтобы меня запугать. Но это явно не получилось. А строительство тем временем подошло к концу. И что будет дальше? Вот Иерусалим, пусть не отстроен полностью, но он стал снова городом. Обратим внимание, я уже об этом говорил, что книга Эзра и книга не имеет опарной книги, но Эзра больше про закон, не имеет больше про стены. А суть примерно одна и та же. Вот создается то очертание, тот круг, внутри которого существует Израиль, внутри которого есть вот все то, что должно быть, согласно Моисееву закону. Это нуждается в этом самом законе словесной ограде и в стенах городских каменной ограде. Но дальше кто будет жить внутри этих стен? Об этом седьмая глава. Субтитры создавал DimaTorzok